Всем привет, меня зовут Азат, вы находитесь на канале Автосправочная. Ранее я уже рассказывал о том, что с 29 октября 2023 года в России были ужесточены правила уплаты утильсбора. В результате этого многие покупатели автомобилей, которые либо уже успели везти автомобили из-за границы на территории России, либо они были уже в пути, либо уже на таможне, столкнулись с тем, что для них резко выросли ставки уплаты утильсбора. Причем во многих ситуациях в итоге их сумма утильсбора превышает даже стоимость самого везенного автомобиля. Проблема эта была озвучена автовладельцами во многих регионах России, в итоге она дошла до руководства страны. В Госдуме была создана рабочая группа, которая в декабре 2023 года запустила специальную анкету, которую предлагалось заполнить как раз таки тем, кто столкнулся с проблемой с уплатой того самого утильсбора. В рамках Комитета Госдумы по промышленности и торговле были созданы две подгруппы в рамках рабочей группы. Первая из них как раз таки занималась сбором этих анкет, вторая занималась юридической проработкой данного вопроса в той части, как можно, скажем так, действующее положение закона адаптировать для пострадавших от этого резкого роста утильсбора. В итоге вечером 15 декабря 2023 года в рамках встречи президента России Владимира Путина с руководителями всех политических партий, глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев озвучил указанную проблему с утильсбором, с которой столкнулись автовладельцы во всех регионах страны. В итоге президент согласился с той позицией, что закон обратной силы иметь не должен, то есть те, кто успели везти до 29 октября свои автомобили, несмотря на то, что они там успели оплатить, не успели оплатить утильсбор, они все равно должны до этой даты оплачивать утильсбор по старым правилам. В итоге рабочая группа Госдумы после этого совещания у президента подготовила соответствующие предложения и направила их в правительство. Сегодня, 27 декабря 2023 года, в Минпромторге, который ранее высказывался против моратория по утильсбору, рассказали о том, что решения все-таки по мораторию приняты и более детально пояснили, кого же в итоге коснется вот этот мораторий или, говоря иначе, переходный период по оплате утильсбора. В соответствии с позицией, озвученной президентом Российской Федерации Владимиром Путином в рамках встречи с руководителями фракции Госдумы, Минпромторгом России совместно с Федеральной таможенной службой и Комитетом Госдумы по промышленности и торговле были разработаны решения, которые позволят конкретизировать параметры переходного периода для оплаты утильсборного сбора на автомобили, везенные в Россию из стран ЕАЭС, говорится в сегодняшнем пресс-релизе Минпромторга. В Минпромторге подчеркнули, что с начала сбора анкет в итоге поступило их более чем 4900 штук. Все они были проанализированы, разделены на сегменты. В зависимости от конкретной ситуации, вторая подгруппа в то же самое время занималась как раз-таки юридической проработкой данного вопроса. В итоге 27 декабря 2023 года в Минпромторге заявили, что для попадания под этот мораторий по оплате утильсбора по старым правилам необходимо одновременное соответствие дым условиям. Договор купли-продажи транспортного средства заключен до 29 октября 2023 года, то есть до даты вступления в силу соответствующего постановления правительства с новыми правилами. Второе условие свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства или электронный паспорт транспортного средства должны быть оформлены до 21 декабря 2023 года, то есть в двухмесячный период с даты официального опубликования постановления правительства номер 1722. Таким образом, те граждане, которые купили автомобиль для собственных нужд до 29 октября текущего года, везли его на территорию России и оформили СБКТС или электронный ПТС до 21 декабря 2023 года, имеют возможность оплатить утильсбор на такой автомобиль по льготному тарифу. 3400 рублей за новый автомобиль и 5200 рублей за автомобиль старше трех лет. А если вы хотите получать кэжбэк 10% с каждой заправки своего автомобиля, 5% за оплату автоуслуг, автозапчастей, штрафов ГИБДД, проезда по платным трассам, вы можете заказать себе автомобильную кредитную карту Тинькофф Драйв. Она позволяет водителям компенсировать часть своих затрат на автомобиль. Лично я по своей карте Тинькофф Драйв с начала 2023 года уже получил бонусов более чем на 32 тысячи рублей. Более того, сейчас для новых клиентов банка действует особо выгодное предложение. Все подробности и ссылку вы найдете в описании. При этом Минпром дороги подчеркивают, что те граждане, которые в итоге под эти условия подпадают, но они уже успели оплатить утильсбор, смогут вернуть эти излишнеуплаченные средства. Для этого необходимо будет подать соответствующее заявление в Федеральную таможенную службу России. Минпромторгам России совместно с ответственными федеральными органами исполнительной власти будут подготовлены изменения в нормативно-правовую базу, учитывающие новые условия, заявили в пресс-релизе Минпромторга от 27 декабря текущего года. Таким образом, все-таки этот мораторий или по-другому переходный период по утильсбору будет, то есть теперь осталось только эти документы официально подписать и опубликовать. Причем, что интересно, позиция Минпромторга изменилась на полярную. Буквально неделю назад они в ответе к депутату Госдумы Ярославу Нилову писали о том, что считают нецелесообразным введение любых мораториев и переходных периодов по утильсбору. Сегодня же получается, что после проведения совещаний в Госдуме и у президента они резко изменили свою позицию по данному вопросу. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Полный пресс-релиз Минпромторга от 27 декабря по этой теме вы сможете скачать у меня на сайте. Ссылку я также оставлю в описании. А чтобы не пропустить все последние новшества и изменения для водителей, я рекомендую подписаться на этот канал, а также на мой телеграм, который также будет в описании под этим видеороликом. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!